Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался 4-й энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения на Украине в результате катастрофы составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов и часть территории Белоруссии. В ликвидации последствий аварии участвовали около 800 тысяч граждан СССР. С момента аварии на 4-м энергоблоке, постепенно унесшей жизни десятков тысяч людей, прошло уже 28 лет. А 26 апреля текущего года мир снова будет вспоминать о тех событиях, о людях, отдавших свои жизни в борьбе с невидимым врагом, радиацией, распространившейся вместе с жизненно опасными веществами на большие территории планеты. В городском парке культуры и отдыха состоялся митинг в память об этой страшной техногенной аварии, где было сказано очень много теплых слов в адрес героев. Вы не знали последствий, которые ждали всех участников. Вы не знали масштаба трагичности самой страшной техногенной катастрофы 20 века. Но вы шли на эту амбразуру. Не щадили жизни, не щадили своего здоровья только ради того, чтобы действительно спасти мир. Мир от самой страшной экологической катастрофы. И вы это сделали. И дай Бог, чтобы мы никогда больше подобного не пережили. Много тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС, уже нет с нами. Светлая им память. Их подвиг никогда не будет нами забыть. Тем же, кто сегодня здесь, кто сегодня живет, работает. Многих лет. Здоровья, счастья. И спасибо вам большое за вас подвиг. В нашем городе проживает 37 ликвидаторов Чернобыльской аварии, состоящих в общественной организации «Союз Чернобыль». А всего в городе ликвидаторов проживает более 80 человек. К сожалению, ста из них уже нет в живых. Как это было, нам рассказали участники ликвидации. Первое время мы работали на крышах, так как у нас полк ростовский специализировался на перекрытии крыш. Работали мы по 10 минут. Первое. На складе ядерных отходов. Это от саркопага. Это примерно метров 50-70. И там ребята, не жалея своих сил, не щадя здоровья, защищали мирных людей. И никто, ни у кого рука не дрогнула. Все, что приказывали нам, все выполняли, делали. Эти сложные работы продолжались длительное время. Неужели не было страшно получить облучение или умереть? А какой может быть страх, когда большинство детей, мы же за них и шли, не за себя. Чего там это же. Мы военно обязаны были. И очень хотелось быстрее с этой чумой справиться. Конечно же, все ликвидаторы получили группу инвалидности из-за высокого облучения. Но оптимизм них не угасает. Жить надо всегда. И сдаваться не надо. Ну, плохо, больно, когда-когда. И болячки застают. Ну, по крайней мере, человек, если перестает двигаться и верить в жизнь, он просто моральный труп. Прошло действительно немало времени. Выросло уже целое поколение. Но память о той техногенной аварии еще останется жить с нами. Пока в зону отчуждения на северо-западе Украины снова не возвратится жизнь. И пока мы будем иметь возможность встречать на улицах тех людей, которые жили рядом со станцией и вынуждены были бросить все свое имущество, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии и пострадали сами, потеряли своих родных, близких и друзей. Очень важно и нужно сохранить память об этих достойных людях, об их подвигах, чтобы передать ее молодежи, подрастающему поколению, потомкам, показать им живые примеры мужества, решимости, отваги ради своей страны, своего народа, своих близких.